Народ Божий 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 Подниму я руки, люблю тебя, руки свои, и прославлю того, кто любит меня. Подниму я руки свои, и скажу, Иисус, что люблю тебя, я люблю тебя, Иисус. Люблю тебя, скажу, что люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, подниму я руки свои, и прославлю того, кто любит меня. Подниму я руки свои, и скажу, Иисус, люблю тебя, люблю тебя, Иисус. И мы верим в тебя, Боже, в твою жертву, в твою силу исцелять, в твою благодать, Господь. Я верю в Иисуса. Верю я, что Он умер и воскрес, верю я, Он искупил нас всех, великий Бог. И еще я верю, что Он среди нас, что Он стоит среди нас, но не сила исцелить нас. Есть благодать, что прости, благодать, что прости, я верю в Иисуса. Верю я, что Он умер и воскрес, верю я, Он искупил нас всех, великий наш Господь. И еще я верю, что мы верим, ты посреди нас, что Он стоит среди нас. В нем есть сила исцелить нас, в нем есть сила исцелить нас. Благодать, что прости, благодать, что прости, я верю в Иисуса. Я верю в Иисуса. Если веришь, пой со мной. Верю я, что Он Божественный. Веришь ли ты, что Он умер и воскрес, верю я, что Он умер и воскрес. Он искупил нас всех, и еще мы верим, Бог, и еще я верю, что Ты среди нас, Господь, что Он стоит среди нас. В нем есть сила исцелить нас, в нем есть сила исцелить нас. Благодать, что прости, в нем есть сила исцелить нас. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же говорит Писание. Мы верим в Иисуса, верим, что Он Сын Божий, что Он умер и воскрес, и что Он с нами, чтобы благословлять нас. Слово Божье, послание к евреям, 13 глава, говорит так. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю Тебя и не покину Тебя». Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, я не убоюсь, что сделает мне человек. Еще я верю, что Он стоит среди нас. В нем есть сила исцелить нас и благодать, чтобы простить. Не оставлю Тебя и не покину Тебя». Я хочу сказать, прежде чем мы будем служить Господу своими пожертвованиями, хочу, чтобы мы получили наставление из слова. Послание, из которого я прочитал, послание, которое было адресовано, как говорит то название, к евреям, евреям, которые были рассеяны по Римской империи. И, возможно, скорее всего, это было направлено тем евреям, которые находились в Риме. И это были евреи-христиане, которые не так давно уверовали в Иисуса Христа, но уже подвергались гонениям, преследованиям за свою веру. Это было уже такое время, примерно 60-е годы нашей эры. И на протяжении всего этого послания автор, он ведет как бы такой сравнительный обзор того, каким великим является наш первосвященник Иисус Христос. Послание, как говорят богословы, очень христологично. В нем столько, много говорится об Иисусе Христе, такими различными словами, определениями, титулами, атрибутами, можно сказать, каких мы не встречаем во всем Новом Завете, называя его первосвященником, ходатаем, лучшей жертвой. И в то время, в которое было написано это послание, еще существовал храм в Иерусалиме, храм Ирода так называемый. Приносились жертвы, был первосвященник поставленный, который раз в год входил во святое святых, принося кровь. Все это продолжалось, но автор, он говорит, намного, намного лучшее то, что мы имеем сегодня. Совершенную жертву Иисуса Христа, кровь, которая была пролита за нас. И поэтому он вдохновляет верующих и говорит им, «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигается вне стана, то и Иисус, чтобы осветить людей кровью своей, пострадал вне вра». 12 стих и 13. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поруганья». Обращаясь к евреям, христианам, автор говорит, вспомните, что произошло с Иисусом. Он пострадал вне стены Иерусалима. В 11 главе всем нам известная глава, которую мы называем главой веры, говорится в том числе об Аврааме и о многих других людях, верующих, которые имели обетование Божье, двигались в вере Божьей, но многие из них или большинство из них, они так и не увидели физическими глазами осуществления, как, например, Авраам. Библия говорит, что он обитал в обетованной земле, куда Бог его привел, но он был как скиталец, как пришелец, он не имел чего-то постоянного там, но он ожидал города основанием и строителем, которым является сам Бог. И поэтому он умер в этой вере, и он стал отцом всех верующих. Также и здесь автор говорит, давайте мы выйдем за стан, выйдем за те пределы, выйдем, обращаясь к евреям, христианам, он говорит, выйдем за то, может быть, к чему мы привыкли, к той нашей религии, в которой мы родились, но сегодня нам нужно выйти дальше, выйти к Иисусу Христу. Обращаясь к нам, к современным христианам, автор говорит, давайте мы откажемся от той системы ценностей, к которой, может быть, мы родились с вами и привыкли, потому что есть что-то большее, есть что-то лучшее. И он, продолжая, пишет, итак, выйдем к нему за стан, нася его поругание, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его, то, что мы с вами делали прямо сейчас. И не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Давайте мы будем продолжать совершать благотворение, помогая нуждающимся. Как это мы делаем? Мы как церковь, мы взяли на себя обязательство помогать, в первую очередь, своим по вере, по возможности помогать и другим. И как церковь, как братья и сестры, как члены церкви, мы призваны к тому, чтобы помогать друг другу, помогать этому миру. Этому миру неверующему мы будем помогать прежде всего тем, что мы будем проповедовать Евангелие, говоря об этой совершенной жертве, о пути истине и жизни, которой есть Иисус Христос. Но помогая друг другу, мы будем делать все, что в наших силах. Сейчас вот перед тем, как я зашел в это собрание, в зал, мы общались с нашим братом Артуром, у которого на сердце есть желание помочь нашей сестре. Я, кстати, ее посещал вчера. Привез ей продуктовую помощь также, одну, другую сестру. Сестра с тремя детьми, которая нуждается в помощи. Мы постараемся помочь сделать ремонт в ее доме. И мы призваны к тому, чтобы быть благословением друг для друга. Поэтому спасибо всем, чья рука не перестает жертвовать, кто продолжает сеять в Царство Божие, продолжает приносить свои десятины, приношения в Дом Божий, чтобы в нем была пища, и чтобы была пища также у наших братьев-сестер. Я лишь хочу напомнить, что пожертвования мы можем сделать тремя, по крайней мере, возможными, по крайней мере, те способы, которые знаю я. На нашем сайте новыйзавет.ру, наверное, вы сейчас видите на своих экранах. На этом сайте вы сможете узнать всю полную информацию, как вы можете сделать электронное перечисление, система PayPal, через карту Сбербанка, как-то еще. Также вы можете приехать сюда сами, в Дом Божий, в церковь. У нас на вахте установлен опечатанный ящик, куда вы можете опустить свои пожертвования. Либо вы можете попросить служителей, как, например, позавчера брат, служитель наш из Захамска, он передал мне конверт, чтобы я его привез сегодня и положил, который он взял в свою очередь у сестры. Поэтому вы можете также позвонить по номеру горячей линии, чтобы приехали к вам, взяли пожертвования и опустили здесь в корзину. И пусть в Доме Божьем была пища. И давайте мы не перестанем это делать, служить, и пусть Бог благословит нас. И будем продолжать приносить Ему жертву хвалы, плод наших уст, прославляющих Его имя. Когда я поднимаю в ссор на крест, где Божий Сын страдал, я сознаю греха позор, стыжусь того, что почитал. Господь, храни меня, чтоб я здесь в мире славы не искал, чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя были венцом моих похвал. Чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя были венцом моих похвал. Горя любовь, ты, Христос, за нас страдал, ты пролил кровь, среди вражды, среди угроз, как велика Твоя любовь. Среди вражды, среди угроз, как велика Твоя любовь. Хотя б я целый мир отдал, то дар мой был бы слишком мал, что ждем я за любовь Твою. Тебе я сердце отдаю, что ждем я за любовь Твою. Тебе я сердце отдаю. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе в этот день. Аллилуйя, слава, слава Тебе, Господь. Мы отдаем наши жизни, наши сердца, посвящаем для Тебя, Господь. Аллилуйя, мы Тебе принадлежим. Ты искупил нас, мы не Свои, мы Твои, Господь. Ты заплатил цену за нас, Ты выкупил нас. Аллилуйя, мы Твоя собственность, мы Твой народ. Мы принадлежим Тебе, Господь. Аллилуйя, благодарим Тебя, что Ты дал нам, Господь, эту радость, это счастье быть в Доме Твоем. Мы благодарим Тебя за это осознание, что мы, Господь, искуплены, и Ты любишь нас вечной любовью. Спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя за эту привилегию быть священниками у Тебя, быть царственным священством на этом земле. Аллилуйя, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за эту возможность и привилегию поддерживать дело служения. Ты даешь мудрость, Ты даешь силу, Ты даешь способность приобретать богатство. Я благодарю Тебя за всех верных даятелей, за каждого, кто уповает на Тебя, кто сеет свое семя, кто поддерживает дело служения, кто поддерживает миссию, кто приносит десятины добровольное пожертвование. Господь, кто творит дела милосердия, спасибо Тебе за всех даятелей, благотворителей. Господь, благодарим Тебя за всех раздавателей. Мы благодарим Тебя за каждого Господь, кто уделяет Господь, кто чтит Тебя во имя Иисуса. Я молюсь, благослови, восполни всякую нужду в Доме Твоем. Пусть всякая нужда в церкви будет восполнена и покрыта по богатству славе Иисусом Христом. Я молюсь, благослови дела рук, Господь трудящихся, Господь. Я молюсь, Боже, чтобы Ты даровал работу тем, кто сегодня молится, ищет, ожидает от Тебя, да примут из руки Твои благословения и новые возможности. Пусть придут обеспечения, Господь, для народа Твоего, для Твоих детей. Во имя Иисуса Христа, кто нуждается в жилье, я молюсь, Господь Боже, чтобы Ты показал, Господь, то, что Ты приготовил. Благослови, Господь, Боже, все предстоящие дела, сделки, подписания договоров, контрактов. Господь, благослови бизнесменов, благослови пенсионеров, благослови студентов, благослови, Господь, пусть всякая нужда будет восполнена и покрыта во имя Иисуса Христа. Я молюсь, мой Бог, чтобы Ты даровал спасение тем, кто не знает Тебя, наших родных, наших близких. Прикоснись, даруй спасение во имя Иисуса Христа. Пусть слово, посеянное в сердцах, принесет плод покаяния. Во имя Иисуса Христа молюсь, Господь, за те, кто сегодня нуждается, Боже, в Твоем прикосновении. Молюсь за тех, кто, Господь Божий, молится о создании семьи. Молюсь, мой Бог, чтобы не было людей одиноких, чтобы братья женились, сестры выходили замуж, чтобы создавались семьи, чтобы рождались дети. Молюсь за тех, кому предстоят роды. Благослови, сестер, благослови, Господь, детей, которые Ты даровал нам, Господь, их развитие. Во имя Иисуса Христа Ты даешь силу родить, Ты даешь место родить, Ты даешь время родить. Во имя Иисуса Христа у Тебя полнота времени. Ты, Господь, держишь время и сроки в Своей руке. Пусть будет благословение. Молюсь за тех, кто в реанимациях. Молюсь за тех, кто на одре болезни. Молюсь за тех, кому предстоят операции. Боже, висую славу. Пусть придет всякое устройство и благословение, и исцеление. Во имя Иисуса Христа Господь, да не будет поражения посреди народа Твоего. Да не будет немощи и болезни. Господь, Боже, да не будет во имя Иисуса. Иду против немощи, против болезни. Именем Иисуса. Ранами Иисуса мы исцелились. Всякая немощь и болезнь. Ты поражена на Голгофском кресте. Именем Иисуса. Я запрещаю действию смерти. Запрещаю раку. Запрещаю онкологию. Запрещаю коронавирусу. Запрещаю сахарному диабету. Запрещаю всякой болезни дыхательных путей. Запрещаю болезни внутренних органов. Запрещаю болезням сердца. Запрещаю болезням глаз. Господь сила. И во имя Иисуса Христа исцеление. Да придет сейчас во имя Иисуса Христа. Молюсь, Господь, прикоснись к брату Владимиру. Мы разрушаем глаукому. Да придет исцеление. Молюсь за Галину Панову. Пусть придет чудо. Онкология уйди исчезни. Во имя Иисуса всякая опухоль. Запрещаю метастазом. Запрещаю. Да придет полное исцеление. Чудо от Бога для Галины. Да придет сейчас во имя Иисуса Христа. Господь, мы молимся за Германа. Прикоснись. Пусть придет исцеление для его сердца. Отменяй упороченность сердца. Дьявол ты лжец. Бог дает новое сердце Герману. Исцеление. Пусть все сердечные мышцы будут восстановлены. И прямо сейчас приказываю восстановиться сердцебиению. И сокрушаю причину болезней. Да будет Герман исцелен полностью. Во имя Иисуса. И каждый, кто болен, пусть будет исцелен полностью. Во имя Иисуса Христа. Господь, я принимаю исцеление для народа Твоего. И по слову Твоему объявляю Твой народ здоровым. По слову Твоему объявляю исцеленным Твоих детей. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за этот день. Спасибо Тебе за все, что Ты приготовил мой Бог. За Твою духовную пищу. Благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы ожидаем от Тебя Дух Святой. Действуй в этом собрании на каждом месте. В наших домах, семьях, где собраны во имя Твое. Я верю, Ты посреди нас. Там, где двое или трое, Ты посреди нас. Господь, двигайся, прикасайся. Говори, Господь Божий, открывай Свою истину. Производи Свою работу, чтобы нам изменяться. Преображаться в образ Твой. Мы отдаем это время. Все, Господь, в Твои руки. Тебе слава за все, что Ты будешь делать во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава нашему Господу. Будьте благословенны, братья и сестры. Приветствую тех, кто сегодня присоединился к нашим эфирам. Слава Господу. Пусть Бог благословит каждое сердце, мир вашему дому. Сегодня у нас в церкви особенно служение, причастие, хлебопреломление. И, конечно же, мы всякий раз готовимся к этому служению. Мы понимаем важность этого служения. Сегодня вы приготовили у вас опресники или какой-то хлеб. Вы приготовили сок или вино, разбавленное соком. Вы приготовили себя, приготовили необычная одежда, может быть, сегодня у вас. Слава Господу. И очень важно сегодня нам также приготовить наши сердца, чтобы мы получили действительно благословение сегодня от Господа. что, слава Богу, в этот воскресный день за каждого, кто нашел это время, посчитал важным и нужным слушать это слово. Братья и сестры, не ожидайте сегодня от проповедника. Ожидайте от Господа. Ожидайте от Святого Духа. Он знает все переживания, знает все, что происходит в твоей и моей жизни. И пусть сегодня голос Божий, он будет услышан в твоем сердце, чтобы нам понимать то, что Бог желает сегодня от тебя и меня. Я хочу предложить вам местописание. Записано первое послание Коринфянам. Откройте, пожалуйста, пятую главу. Часто мы читаем этот текст на Пасху. Сегодня, вчера я размышлял, и пришло желание поделиться именно с этого текста, 6 стиха, 5 глава, 1 послание Коринфянам, 5 глава, 6 стиха. Апостол Павел пишет Коринфянам. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, закон за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваску, не закваску порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Я верю, это то слово, которое имеет отношение не только к Пасхе, не только к празднику Пасхи, но сегодня, в этот день, хлебопреломление, причастие – это слово, слово к нам. Вы можете, если кто записывает, записать себе тему проповеди «Берегись закваски» или «Очистись от закваски». Но будем слушать внимательно, потому что Дух Святой будет говорить. Итак, апостол Павел, обращаясь к коринфянам, нужно понимать, что коринфяне – это в основном преимущественно не евреи, это язычники, которые были обращены в веру нашего Господа Иисуса Христа. И они не были так знакомы с еврейской традицией, все, что было связано с Пасхой, с выходом из Египта. Они не были так просвещены, как евреи. И поэтому апостол Павел, он уделял внимание и время для того, чтобы объяснить, не просто сказать, что Христос – это наша Пасха. Евреям это было бы как-то понятнее, чем язычнику, обращенному в христианство. Но апостол Павел уделял внимание и времени, чтобы объяснить очень важный момент. Не просто научить еврейской традиции, но используя еврейскую традицию, объяснить очень важные истины, которые имеют отношение к нам, христианам. И мы сегодня с вами тоже преимущественно не евреи. Мы сегодня с вами тоже преимущественно обращенные из язычества. И поэтому хотелось бы уделить внимание для того, чтобы объяснить некоторые важные вещи. Не просто сказать Христос – наша Пасха, но давайте мы поразмышляем, что имел в виду апостол Павел. И когда мы возвращаемся к тому времени и мы смотрим на тот момент, когда Бог выводил свой народ из Египта, обратите внимание, что после Пасхи, за этим праздником Пасхи сразу же следовал другой праздник. У евреев много праздников. Но за праздником Пасхи шел другой праздник. Кто помнит, какой был этот праздник? Это был праздник опресников. И этот праздник он праздновался семь дней. Всю неделю праздник. И когда у них была Пасха, они кушали мясо. Они кушали агнца. Написано в Библии, что они должны были взять однолетнего или раньше, ну до одного года, агнца от овечки или от козы. От овечки это барашек, а от козы козленок. И если козленку год, это уже козлик такой, да? Если барашку год, это уже баран. То есть достаточно крупное животное. И поэтому, если такое крупное животное нужно было съесть полностью, то семья могла пригласить еще семью. И это был обед. Это был как Новый год у нас. Это был праздник. Это было кушанье. Там варили, там жарили, парили, пекли. И это был обед. Они просто кушали и, ну, и кровь агнца этого использовали для того, чтобы помазать косяки дверей. А все мясо нужно было скушать. И потом приходил на следующий день сразу же другой праздник. И они должны были с посохом опоясаны в обуви, в одежде, опоясаны с посохом, готовы двигаться. И Господь им запобедовал, вы должны взять с собой закваску, которая не подверглась брожению. Вам нужно кушать пресный хлеб, не заквашенный. Закваска – это слово из кулинарии. И сестры, многие домохозяйки, вы понимаете, братьям сложнее. Особенно, кто не сталкивался, не участвует в кулинарии, как-то недопонимает, может быть, что-то. Что есть просто вода и мука, а есть еще заквашенная. Так вот, Бог сказал, вы должны сделать опресники. И кто не сделает опресники, кто доведет свой замес муки и воды до состояния брожения, представьте, он их предупредил, тот подлежит истреблению. Представьте себе, беда из-за продукта питания. Но дело же не в продуктах питания, дело же не в кулинарии, дело же было в непослушании Господу. И они взяли эту квашню, они замесили муку и воду, написано, они положили в квашню, то есть в сосуды какие-то, в горшочки какие-то, деревянные, глиняные, какие у них там были горшочки. Они замесили это, положили эту квашню, эту квашню завязали в одежду и положили себе на спину и пошли миллионы людей с этой квашней по пустыне. И вот они пошли с этой квашней и написано, что на следующий день они испекли хлеб, то есть они послушались Господу. Они не бродили с этой квашней по пустыне, они сделали опресники. Что говорит Господь к нам, братья и сестры? То же самое и Господь, Он вывел нас однажды из египетского рабства. И мы вкусили от ангца, мы были избавлены. Но что касается нашего состояния, Господь сравнивает нас как с тестами. Апостол Павел говорит, вы уже новое тесто, вы бесквасны, но позаботьтесь о том, чтобы очистить старую закваску. Вы не видите здесь какого-то противоречия, братья и сестры? Он говорит, вы бесквасны, вы новое тесто, зачем тогда очистить от старой закваски? Так мы бесквасны или нам нужно очистить старую закваску? И апостол Павел говорит, вы новое тесто, вы бесквасны, но в то же самое время вам нужно опасаться и оберегаться некой закваски, которая может преследовать вас из Египта, мирская закваска, старая закваска, закваска порока, закваска лукавства и закваска греха. Берегитесь этого. В Евангелиях мы читаем предупреждение, когда Господь разговаривал с учениками своими, Он говорил им такие слова, например, берегитесь закваски какой? Фарисейской, еще какой саддукейской, еще какой иродовой. И мы можем продолжать, есть разная закваска, которая будет пытаться влиять на твою и мою духовную жизнь для того, чтобы дискредитировать твою и мою веру. Я хочу сегодня поговорить с вами об этом, что это опасно ходить за квашеным. Евреи, они сбросили эту квашню с плеч, но осталась квашня в их мышлении. Они несли это египетское мышление. И вот мы с вами вышли из мира, мы избавлены Господом от нашего греха, но как насчет той квашни, которая в разуме? Некоторые христиане ходят с этой квашней и блуждают по пустыне, и по этой причине не могут войти в призвание и в обетование, потому что нужно избавиться от этой квашни в голове. Халлалюя! Но не сердитесь на меня, это просто, чтобы понятней было, чтобы нам не быть заквашенными. Почему это важно? Когда мы посмотрим на тот момент жизни в народе израильском, они подошли к земле обетованной, и пришел момент, когда они должны были уже идти верою. Братья и сестры, однажды каждый из нас подходит к этому моменту, что дальше можно идти только верою. Ты дальше не можешь полагаться на кого-то, на чью-то силу, на какой-то ресурс, на финансы, на положение, на позицию, на связи. Ты приходишь к моменту, когда ты дальше можешь двигаться только верою. Что остановил народ Божий? Почему многие не вошли? Отправили разведчиков, 12 человек. Если вы будете читать чисто 13 главу, вы просто посмотрите, кого отправили. Отправили не просто первых попавшихся людей, отправили, написано, людей, каких авторитетных, старейших направили, опытных, людей, которых уважали, 12 человек, по одному от каждого колена отправили высмотреть эту землю. То есть недостаточно было просто Богу сказать, там молоко и мед, идите, мои дети, мой народ, там вас ждет благословение. Они не верили, поэтому Бог решил, пусть сходят люди, сами рассмотрят, посмотрят то будущее, посмотрят те перспективы, посмотрят то, что приготовлено, вернутся и расскажут. Возможно, сегодня кто-то в церкви не так давно, вы верующий человек, может быть год, может быть полгода, и вы слышите с кафедры, вы слышите проповеди о будущем, о христианстве. Я во Христе 22 года, есть люди, которые 40-50 лет и больше. Я хочу вам сказать, будущее твое, оно прекрасное. Бог действительно приготовил тебе благословение, дорогой друг. Если ты только начал следовать за Иисусом Христом, Бог приготовил тебе благословение, но на твоем пути будут великаны, исполины, сыны инаковы, рифаимы, но знаешь что, Бог всякий раз будет давать тебе победу. Я говорю, из твоего будущего, это то, куда тебе нужно прийти. И знаешь что, не великаны остановили народ, а вот эти разговоры о великанах, вот эти разговоры о великороссых людях, вот эта худая молва, вот этот страх, вот этот ужас, и они заквасились этой информацией, они были заквашены этим страхом про великанов и не вошли в обитованную землю. Они сбросили квашню с плеч, но осталась квашня в голове. Вот эта закваска, старая закваска, которая мешает. И знаете что, они были в пустыне, и Господь же не сразу повел их в обитованную землю. Они были в пустыне, и Бог дал пустыню для чего-то. У Бога всегда есть цель, Он начало и конец, Он альфа и омега. Если Он делает что-то, у Него есть цель, скажи аминь. Когда Он избрал тебя, Он избрал тебя для определенной цели, ты не ошибка, ты не случайность. У Бога есть хороший план на твою жизнь. У Него есть земля обитованная, где молоко и мед. Он что-то желает тебе дать, как-то благословить, куда-то тебя везти. Он не ломает голову, что придумать для своих детей. У Него уже все придумано и приготовлено. От утроба матери Он избрал тебя, Он призвал тебя, у Него есть конкретная цель для твоей жизни. И несены инаковые были причиной того, что они не вошли в обитованную землю. Не великаны, не исполины, а та закваска, которую принесли опытные люди. И они распространили худую моллу и заквасили весь народ. Только двое говорили верные слова. Евреи были в пустыне определенное время для того, чтобы видеть руку Божью, чтобы им не бояться великанов. Они видели всякое обеспечение. Представьте, они каждое утро просыпались и они собирали хлеб. Это кориандровое зерно, я не знаю, что такое, но мы знаем, да, что это написано, что это как лепешка с медом. Наверное, это вкусно. И мы, у нас перевод такой манна, да, и когда манна, у нас есть понимание, что такое манна. Но для евреев это слово, это вопрос вообще. Манна это вопрос. Манна по-еврейски, что это? То есть они выходили утром, видят манну и говорят, что это? И говорят друг другу, я пойду завтра собирать, что это? Ты пойдешь со мной собирать, что это? У тебя есть ведро? Пошли собирать, что это? Знаешь, я вчера собрал два ведра, что это? У меня одно ведро, что это, стухло, а одно ведро, что это, осталось. Сегодня пятница, давай побольше, что это, наберем. Потому что завтра не будет, что это? Завтра суббота, завтра будет ничего. А сегодня хоть что это и наберем. Что это? Они, то есть они не понимали, что это. Они ели, они питались. Это вкусно было. Мы сегодня сидим на этой изоляции, нам говорят, надо на изоляции сидеть. Ой, а что это? Надо маски носить. Ой, а что это? А зачем это? Надо дома сидеть. Ой, а что это? И мы порой не понимаем, но в это же самое время Бог, Он питает нас, кормит нас и благословляет. Знаете, сколько свидетельств я вот слышу, что во время самоизоляции Бог особенным образом благословляет своих детей. Халлелуйя. Финансы, здоровье, в отношении Бог благословляет. И мы сидим и думаем, это что это? Это Бог посреди нас. Халлелуйя. Во всякое время Он дал нам эту пустыню, Он дал нам это время, чтобы мы видели Его сверхъестественное обеспечение. Но нам нужно идти дальше, не бояться великанов, потому что Бог обещал дать нам землю. Есть призвание, есть судьба от Бога. Наша жизнь не остановилась во время Пасхи или во время того, когда мы идем в пустыне, нужно двигаться дальше. Но что помешало? Не великаны помешали, их закваска помешала. Братья и сестры, ни проблемы, ни враги, ни гонения, ничто не может остановить Церковь Божью. Но старая закваска, лукавство и порока или есть еще новая, негативная, фарисейская, саддукейская или иродова. Фарисеи, духовные были люди, но Господь часто говорил им, что они лицемеры. Это такая, знаете, духовная, религиозная закваска. Саддукея, их учение было вообще ложным. Это еретическая закваска. И они не верили в ангелов, они не верили в воскресенье. Вообще странное у них было учение. И Господь говорит, берегитесь фарисейской закваски. Берегитесь этой супердуховности, берегитесь этого лицемерия, берегитесь саддукейской закваски, берегитесь иродовой закваски. То есть это закваска властью, любовь к власти, любовь к деньгам, любовь к положению, любовь к карьере. Не ищи этих вещей, денег, власти над людьми или славы человеческой. Ищи Господа Бога твоего и отношения с Ним, и Он даст тебе землю, и ты войдешь в твою судьбу, которую Бог приготовил для тебя. Он есть альфа и омега, начало и конец. Когда Он начинает что-то делать, Он знает конкретную цель, и твоя цель жизни, она прекрасная. И она хорошая. То, что Бог приготовил для тебя, это благословение для тебя, для твоего дома и для твоих семей, если мы очистимся от старой закваски. Мы сделаемся способными двигаться верою и одолевать великанов нашей жизни. Мне нравится в псалме, Давид говорит, Господь пастырь мой, там написано, Он приготовил трапезу на виду врагов твоих. Слава нашему Господу! Анатолий Леон приготовил трапезу. Братья и сестры, когда мы избавляемся от закваски, какой бы ни было негативной старой закваски, знаете, закваска что делает с тестом? Она его как бы увеличивает, она не добавляет дополнительных веществ, дополнительной какой-то пользы. Закваска, она в тесто приносит просто больше пузырей, раздувает эти раздутые коровая становятся. Раздутые коровая. Эта закваска, она просто расширяет такой надутый, весь в пузырьках коровая, такой, знаете, который не двигается, а квасится, сидит на своих дрожжах. Это я про фарисеев. Это фарисейская закваска, я имею в виду. А Бог говорит, вы должны быть опресники. Вы должны быть пресные, не заквашенные. Опресники – это христиане, скромные, кроткие и смиренные. И вот такие кроткие христиане наследуют что? Наследуют землю, скажи аминь. Поэтому, может быть, ты сегодня такой невеликий, непопулярный, а тебе не пишут на Фейсбуке или Инстаграм, и тебя мало кто знает. Я хочу сказать тебе, если ты опресный, твое имя известно на небесах. Потому что великие люди в Царстве Божьем, они часто непопулярны среди людей, но эти люди, они известны на небесах. Когда мы очищаемся от старой закваски, и мы не подвергаемся еще какой-то плохой закваски, мы, опресники, мы ведем скромную, смиренную, кроткую христианскую жизнь. И знаешь, что в твоей жизни как раз и будут происходить чудеса, ты будешь видеть победы. И когда враг будет посылать тебе проблему, Бог будет давать тебе трапезу на виду врагов твоих. Когда сатана будет посылать тебе болезнь, Бог будет давать тебе исцеление посреди врагов твоих. Когда дьявол будет атаковать твои финансы, Бог будет давать процветание на виду врагов твоих. Когда дьявол будет возбуждать гонения против тебя, Бог будет возвышать тебя на виду врагов твоих. Бог приготовил уже трапезу на виду врагов твоих. Будь пресным, кротким, смиренным человеком, и Бог даст тебе победу. Дьявол не может знать всего. Если бы дьявол знал все, он не убивал бы сотни младенцев, но пришли бы именно в тот дом, где был младенец Иисус, и его бы убили. Дьявол не знает все. Если бы дьявол знал все, он бы никогда не позволил Моисею воспитываться под носом у дьявола в доме фараона. И он там воспитывался, в доме того, кто организовал убийство его. И там его мама родная воспитывала, и ей еще за это платили деньги. Мудрый Бог. Аллелуйя. Сатана не может знать всю твою судьбу. Дьявол не может остановить тебя великанами. Он будет пытаться принести закваску порока, лукавства, греха, страха, ропота, неверия, неблагодарности, чтобы дискредитировать твою веру, чтобы делать тебя неспособным двигаться вперед. Если бы дьявол знал, что кровь Иисуса Христа будет очищать грехи, он бы не позволил, чтобы эта кровь пролилась. Если бы дьявол знал, что в ранах его мы будем иметь исцеление, он бы никогда не позволил, чтобы Христа ранили. Дьявол не везесущий. Он не всемогущий. И он не всезнающий. Дьявол жест. Бог держит все в руке своей. И он знает, как сохранить тебя, как скрыть тебя, как защитить тебя, как благословить тебя во время скорбей, гонений. Притеснений. Когда великаны идут против тебя, Бог знает, как дать тебе победу во имя Иисуса Христа. Не бойся великанов, не бойся этих исполинов, этих великоростных людей. Бог даст тебе победу, как дал победу Давиду, когда он поразил Голиафа во имя Иисуса Христа. Аллелуя. И знаешь, что сегодня, в этот особенный день, мы не просто говорим о продуктах питания. Бог дал нам эти новые символы, которые были неизвестны народу израильскому во времена Ветхого Завета. И на той вечере перед своим распятием Господь Иисус, Он не взял мясо барана или мясо пасхального козла. Он не преломил мясо. Написано, что Он взял хлеб. И Он взял чашу. Он принес новые символы для нового времени и для нового народа. Эти символы, они говорили о Нем самом, об Иисусе Христе. И даже Иоанн Креститель, который на берегу реки Ордам, он видел Иисуса Христа, он говорил, вот есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он тоже не имел в виду пасхального Агнца, потому что тот пасхальный Агнец, он не брал грех мира. Он был для того, чтобы первенцы были избавлены. А пасхальный Агнец, который берет грех мира, это Господь Иисус Христос. И это вечеря, это был праздник, это как для нас Новый год. Там было много еды, они кушали и общались, и Господь Иисус, Он взял хлеб и вино. Он принес эти новые символы, которые говорили о Нем самом. Это хлеб и вино. говорили об Иисусе Христе. Но знаете, что может произойти с нами? Мы можем закваситься формализмом. Мы можем войти в это состояние, о котором говорит пророк Иосиф в седьмой главе «Собираются ради хлеба вина сердце их далеко от меня». Мы собираемся не ради хлеба вина, братья и сестры. Мы собираемся ради Иисуса Христа. И когда мы с правильным сердцем принимаем хлеб и вино, это для нас чаша благословения, и это для нас хлеб жизни во имя Иисуса Христа. Поэтому центр нашего сужения не продукты питания, а Господь Иисус, который есть хлеб жизни. И сегодня, может быть, ты говоришь, как те евреи, а что это? Я хочу сказать тебе, Он всегда там, где собирается во имя Его. И когда мы с вами кушаем, просто кушаем. Все из вас просто кушают. Иногда, да? Завтракают, все завтракают, обедают и ужинают. Братья и сестры. Это время может быть для нас не только для того, чтобы сказать спасибо Господу за еду. Это время может быть для нас поблагодарить Его также из-за кров, из-за спасения, из-за прощения грехов. Каждый завтрак, каждый раз, когда мы обедаем, каждый раз, когда мы ужинаем, мы можем быть благодарны Господу и воспоминать о Нем, что Он сделал для нас. Чтобы нам не быть, как тот народ, который роптал, то просят воду, то просят мясо. У них каждый день сверхъестественное обеспечение. Они своими глазами видят, как в холодильнике что-то есть сверхъестественное. Они своими глазами видят, как Бог отвечает на их молитвы. Но они недовольны, неблагодарны, они ропщут. И эта старая закваска дискредитировала их веру и сделала их неспособными двигаться вперед. Но сердце благодарное Господу, сердце благодарное Господу, не только раз в месяц вспоминает о жертве, о крови, о ранах, о любви Божьей. Но три раза в день мы можем быть благодарны Господу за Его жертву. Аминь. Почему людям, некоторые не любят Иисуса или равнодушны к Иисусу? Просто потому, что не знают Его любви или забыли о Его любви. Разве нам нужно помнить о Его любви раз в месяц? Мы можем помнить три раза в день, братья и сестры. Когда мы кушаем обычный хлеб, когда мы пьем обычный чай, когда мы пьем обычный кофе, когда мы кушаем обычный салат, мы можем вспоминать об Иисусе Христе и благодарить за то, что Он сделал для нас. Не сердитесь на меня, пожалуйста. Я просто не хочу, чтобы мы были ритуальными и формальными. Вот схожу на хлебопреломление и как-то это будет Господу угодно и все теперь сто процентов гарантия, что у меня будет все хорошо. Очистись от старой закваски. Очистись и берегись, чтоб не попасть. Очень часто Бог говорит, будь осторожным, удаляйся от таковых людей, не сообщайся с такими людьми, убегай от греха, не ходи по тонкому, любду не испытывай, когда же он провалится, спасет меня Бог или нет. Будь осторожен, бодрствуй, берегись. Это все предупреждение для нас, братья и сестры. Поэтому, когда мы приходим раз в месяц и мы принимаем хлеб и вино, это не какая-то магическая формула для нас. Мы должны акцентировать все наше внимание на самом Христе. Он есть хлеб жизни, который сошел для нас с небес. Халилюя! Это Христос, Который посреди нас. Это тот Бог, Который имеет цель для твоей моей жизни. Поэтому, Господь дал нам эти новые символы не для какого-то мистического переживания, а чтобы мы помнили о Его любви и чтобы мы искали отношения с Ним. Я буду заканчивать, братья и сестры. В Евангелиях написана история о блудном сыне и мы говорим часто для неверующих на евангелизациях, но я хочу поговорить с вами пару минут о старшем сыне. Вот блудный сын возвращается, он испытывает голод, он возвращается к отцу и, казалось бы, старший его брат мог радоваться. Но мы видим его вне общения с отцом и сыном, с братом своим. Мы видим его вне дома. Отец идет к старшему и уговаривает его и говорит, сынок, это пир, это трапеза, это и для тебя. Почему ты не идешь? Чем заквашено твое сердце? Почему ты не с нами? Почему ты сам себя отделил от этого общения? Почему ты ушел в эту изоляцию от людей? Почему ты уходишь от отношений? Что-то было неправильно в сердце этого человека. Наверное, он точно так же, как его младший брат, ценил наследие и благословение отца больше, чем самого отца. Нам нравится получать благословение. Мы хотим, чтобы Бог благословлял нас. Нам нравится то наследство, которое Бог приготовил для твоей моей жизни. Но, братья и сестры, давайте сегодня, в этот день, мы еще раз поразмышляем о том, что важнее отношение с отцом, чем его наследство. Важнее знать самого отца, чем иметь это наследство от него. Подумай об этом. может ли быть такое, что мы ходим в церковь и мы не имеем общения с отцом и не знаем отца. Однажды ученики подошли к Господу и говорят, Господь, ну, примерно так, ты так часто говоришь об отце, ты говоришь, вот мне отец показал, мне отец сказал, отец то, отец все, ну, ты уже покажи нам отца и довольна для нас. И он говорит, столько времени я с вами и ты не знаешь меня, Филипп, видевши меня видел и отца. Может ли такое быть, братья и сестры, что мы ходим годами в церковь, что мы с Иисусом, но мы не знаем отца, что мы заквашены этим сиротством, что мы заквашены этим отчуждением, что мы так и не познали его любви. Пришло время познавать любовь отца, познавать безначально. Пришло время кому-то перестать гоняться за благословениями. Пришло время кому-то освободиться от этой закваски, попрошайки, дай, 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 дай. Песня уже такая, дай, 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 дай. Дай то, дай сё. Ну, можно просить и нужно просить, как насчёт отношений с отцом. Я говорю это не потому, что я чего-то достиг в жизни, братья и сёстры. Я говорю это потому, что и эта истина, это слово есть в моём сердце сегодня. Чтобы мы не просто ещё раз, как обычно, пришли, вкусили, приняли и ушли. Я молюсь, чтобы с этого собрания начались хорошие перемены в твоей и моей жизни. Я молюсь, чтобы после этого собрания кто-то перестал бояться великанов. Я молюсь, чтобы после этого собрания кто-то перестал бояться вызовов и врагов. Я молюсь, чтобы кто-то уверовал наконец, что Бог всё держит под своим контролем и Он приготовил уже трапезу посреди врагов твоих. И то, что Он обещал тебе, Он это даст тебе и Он поможет тебе войти в судьбу. Он начало и конец твоей и моей христианской жизни. Он начальник и совершитель твоей и моей веры. Это Он дал нам веру, это Он дал нам откровение. И Он послал Сына Своего Иисуса Христа в жертву за наши грехи. Не для того, чтобы мы ходили с этой мирской квашнёй в разуме, не для того, чтобы мы продолжали ходить с этой закваской, но для того, чтобы мы очистились и были новым тестом, были пресноками, чтобы нам войти в обетование Божье. Моисей, кстати, не вошёл. Как сегодня пастор Сергей Рафаилович говорил об Аврааме, я подумал, Моисей же тоже не вошёл. Он так мечтал об этой земле, молоко и мёд, благословение, Моисей тоже не вошёл. Бог сказал, ты просто увидишь, но не войдёшь. Но знаете что? Моисей не в депрессии, халллюя. Потому что он нашёл отношения с Богом, и он оценил отношения с Богом больше, чем Божьи благословения. Он оценил отношения с Богом, присутствие Божье, больше, чем всё то, что Бог мог сделать для Него, халллюя. И в этом есть духовная трапеза для нас. И в этом есть огромная радость для нас. И в этом есть источник счастья для нас, когда мы ищем прежде отношения, чем наследие Отца. Сегодня, когда мы будем принимать хлеб и вино, апостол Павел однажды сказал в первом постанове Коринфянам, мы читаем каждый раз этот текст, там написано, я самого Господа принял то, что Иван передал. Павел Савва, он не был на той вечере посреди учеников. А в жизни Савва был момент, когда он от самого Господа получил это откровение об этом сужении, о причастии. Он откровение получил, ему сам Господь Иисус открыл. Сегодня, если ты имеешь это откровение о хлебопреломлении, что мы не должны быть на уровне символов, а мы должны подумать о том, о чем говорит этот хлеб и вино. Когда мы помолимся, этот хлеб, он не станет телом Христа. Когда мы помолимся за чашу, так чаша, это вино не превратится в кровь. Но это хлеб, это образ тела, и вино, это образ крови. И когда мы принимаем с правильным сердцем, мы приобщаемся и получаем благословение от Бога. Но люди, которые не работают своим сердцем, люди, которые упираются в своем грехе, люди, которые не хотят каяться пред Богом, что-то менять в своей жизни, если думают, что просто этот ритуал поможет им, будьте осторожны, не поможет ритуал, не поможет эта форма, это не палочка-выручалочка, это святые вещи, это важные вещи, это духовное наделение для твоей жизни. И человек, который с правильным сердцем, он получает от Господа. И сегодня, когда ты в своем доме, в своей квартире, ты можешь позвать своих детей, ты можешь позвать всех, кто есть в твоем доме, если ты мужчина, ты глава семейства, я хочу сказать, сегодня принимай хлеб и вино из руки Господа Иисуса Христа, а не из руки человека. Там, где вы есть, возлюбленные дети Божьи, Христос посреди вас и принимай от самого Господа хлеб и принимай от самого Господа чашу ни от проповедника, ни от группы порядка, ни из руки просто главного в семье, но от самого Господа принимай этот хлеб и это вино и Господь да благословит нас. почему сегодня есть люди, которые знают все, знают и нету плода, братья и сестры. Приходит момент, когда дальше можно двигаться только верой, только верой. Ты даже не можешь идти так, как ты шел раньше. Ты приходишь к своему Иордану и тебе нужно решиться через него перейти. тебе нужно решиться перейти через Иордан и не побояться тех проблем, которые могут прийти в твою жизнь. Соверши сегодня эту Пасху. Соверши сегодня это причастие. Прими из руки Господа и ты получишь жизнь и благословение, если ты говоришь сердцу Господу сегодня да Господь я буду совершать этот праздник опресников. Я буду обутый, я буду одетый, я буду готовый идти дальше и служить тебе. Я буду жить не для себя сегодняшнего дня, я буду жить для других, я буду исполнять твою волю, я буду входить в призвание, я не буду искать денег или славы человеческой или власти над людьми, но я буду искать того Господь, чтобы угождать тебе. И знаешь, что сегодня Бог, Он наделит тебя особенным духовным помазанием, и Он даст тебе дары и силу для того, чтобы это твое решение стало возможным и оно осуществилось, и ты будешь видеть, как один за одним будут падать великаны, рифаимы, люди росые, ты будешь видеть, как Бог всякий раз будет благословлять тебя и давать тебе победу, и поэтому сужение это, оно не будет для тебя тщетным, потому что ты будешь видеть реальное благословение в твоей жизни, Аллилуйя, Аллилуйя, давайте мы поднимемся наши ноги, главы семейств, позовите детей, позовите всех, кто есть в вашем доме, соберитесь вместе, встанем, почтим нашего Господа, и просто будем ожидать, Аллилуйя, Господь, благодарим тебя за это особенное время, Господь, спасибо тебе за твое тело, ломимое за нас, мы благодарим тебя за этот символ и за этот образ, мы ждем Господь, мы ждем Господь твоего проявления в нашей жизни, сегодня, Господь, ты видишь отклик в наших сердцах, пусть Господь этот хлеб сегодня, он принесет жизнь каждому сердцу, пусть этот хлеб принесет благословение, здоровье, откровение, пусть принесет мир Божий, пусть этот хлеб, он принесет освящение, пусть сила Святого Духа действует через этот хлеб, когда мы будем его вкушать, мы благословляем эту святыню, мы благословляем этот хлеб и ожидаем от тебя, Господь, также Господь и чашу, спасибо тебе за ту драгоценную кровь, которую ты пролил, Господь, спасибо тебе, Господь, мы не были достойны твоего спасения, но ты избрал нас, Господь, от отробы матери, и ты даровал нам откровение твоей крови, и ты вывел нас, Господь, и твоя кровь сегодня очищает и омывает нас, и дает жизнь, я исповедую, Господь, свои грехи, пред лицом твоими грехи народа твоего, и я молюсь, Господь, пусть сила твоей крови сегодня очищает каждое сердце, кто исповедует свой грех, пусть Господь придет прощение, и милость твоя, пусть покроет каждого, мы благодарим тебя, Господь, за твою драгоценную церковь, за твой престол милости и благодати, за это время очищения и освящения, пусть уйдет всякая закваска, старая закваска порока лукавства, пусть уйдет и исчезнет всякая старая закваска, духовная религиозная закваска, закваска формализма, закваска ропота, закваска недоверия, неблагодарности и закваска страха, пусть уйдет Господь, чтобы нам быть бесквасными, чтобы нам быть опресниками, помоги нам Господь жить скромной, смиренной и кроткой жизнью, спасибо тебе Господь, мы тебя любим Господь, и мы тебе поклоняемся во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь. Братья и сестры, давайте будем вкушать с осторожностью, очень внимательно и будем принимать благословение от Господа. Бог, представь перед тобою, я хочу тебя спросить, Как ты можешь, зная жизнь мою так прощать и любить? И склонившись на колени, сердце сердце я свое склоню пред любовь и прощеньем, что спасают жизнь мою. Бог, я сокрушу, душа, как возможно, что стоит жизнь твоя так много для тебя. Когда молюсь перед тобою, лишь об одном могу просить, научи меня, отец мой, так же, как и ты любить. Бог, я сокрушен, как и так возможно, что стоит жизнь твоя так много для тебя. Когда молюсь перед тобою, лишь об одном могу просить, на учи меня, отец мой, так же, как и ты любить. На учи меня, отец мой, так же, как и ты любить. Склонюсь у ног твоих, прославлю лишь тебя, нет в мире никого, роднее для меня, лишь только ты, мой Бог. Дыхание мое, живой воды поток, присутствие твое, прославляю тебя. За милость и любовь славлю имя я твое, Бог мой. Всей душой хвалю и возношу тебя. В моем сердце всегда горит любовь твоя. для тебя буду петь всегда, мой Господь, я люблю тебя, вся жизнь моя, в тебе Бог мой. склонюсь у ног твоих, прославлю лишь тебя, нет в мире никого, роднее для меня, лишь только ты, мой Бог, дыхание мое, живой воды поток, присутствие твое прославляю я тебя, за милость и любовь, славлю имя я твое, Бог мой. Всей душою хвалю и возношу тебя, в моем сердце всегда горит любовь твоя, для тебя буду петь всегда, мой Господь, я люблю тебя, вся жизнь моя, и всей душой прославлю тебя, всей душой мою и возношу тебя, в моем сердце всегда всегда горит горит любовь твоя, и тебя улюбить всегда, мой Господь, я люблю тебя, вся жизнь моя, тебя Бог тебе Бог и Бог и тебя оставляю лишь тебя пусть тебя и сошел огнем наши сердца горит любовь твоя я я буду петь всегда мой Господь, я люблю тебя, вся жизнь моя, тебе о, все душой твою и возношу тебя, моем сердце всегда горит любовь твоя, слава, слава, слава тебе и тебя поклоняйся я люблю тебя, вся жизнь моя, тебе Господь, мы поклоняемся тебе в твоем присутствии, в этот день Господь аналюй, мы верим Господь, что когда мы исповедуем грехи наши, ты Бог, будучи верен и праведен, ты прощаешь нам грехи наши, ты очищаешь нас от всякой неправды, от всякой неправды, от всякой закваски, от старой закваски, от всякого порока, от всякого осуждения, Господь, ты очищаешь нас, ты очищаешь нас, Аллилуйя, ты убеляешь нас, мы Мы благодарим Тебя за эту возможность исповедовать наши грехи. Мы благодарим Тебя за это сужение при части, за это время приобщения, за это время исцеления, за это сужение восстановления. Мы благодарим Тебя за это сужение возвышения. Мы благодарим Тебя, что мы бесклассны, потому что Ты наша Пасха, потому что Ты наша святость, Ты наша праведность и наше освящение. Аллилуйя, Ты наша жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы будем Тебя любить, мы будем Тебе поклоняться, мы будем Тебе сужить, мы будем входить в землю. Господь Божий, призвание, Господь, во имя Иисуса, мы будем переходить через Свой Иордан, мы будем брать города, мы будем видеть победы, мы будем видеть чудеса. У нас все получится. Господь, мы сможем исполнить Твою волю, мы сможем овладеть городами, мы сможем, потому что сила Твоя совершит это, потому что Ты пойдешь с нами, потому что Ты пойдешь посреди нас, потому что Ты пойдешь впереди нас. Аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, мы благодарим Тебя. Аллилуйя, спасибо Тебе за Святого Духа, за Твое помазание, за Твои дары, за Твою силу, за Твоих ангелов, за Твои обетования, За Твое живое Слово, слава, слава Тебе. Мы благодарим Тебя за все оружие Божие. Мы благодарим Тебя за Твою могущественную власть, за Твои перемены. Мы благодарим Тебя за пробуждение, которое грядет. Мы благодарим Тебя за перемены, которые грядут на эту землю. Мы благодарим Тебя за рост и умножение. Мы благодарим Тебя за новые возможности. Мы благодарим Тебя за новые перспективы, мы благодарим Тебя за все то новое, что Ты творишь и будешь творить. Господь, Ты начал, Ты совершаешь, Ты закончишь, Ты знаешь, что будет в конце для Твоей церкви, для Твоего народа. Ты знаешь, что ждет нас на небесах. Спасибо Тебе за небесные сокровища, за вечную жизнь, за Твое царствие, за то, что Ты приготовил для нас на небесах. Тебе слава, слава, Тебе хвала и величие, Тебе слава, Словия, Царь нас всеми царями, Бог Богов, Господь господствующий, Великий всемогущий Бог, Аллилуйя. Ты достоин, достоин, достоин принимать славу, честь и величие и поклонение, Ты один достоин. Нету Бога, кроме Тебя, Ты путь и истина, Ты наша жизнь, Ты наша жизнь. Мы Тобой живем и движемся, и мы существуем силой Твоей и благодатью Твоей. Славим Тебя, чтим Тебя, любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя, поклоняемся, Господь, поклоняемся, мы поклоняемся, Господь, мы поклоняемся, Господь, мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся, преклоняемся. Господь, мы смиряемся, Боже, мы чтим Тебя, Господь, Аллилуйя. Мы возвеличиваем Тебя, Царь Царей. Аллилуйя, аллилуйя. Нет другого Бога. Нет другого Бога. Нам не страшны великаны. Нам не страшны дьявольские противостояния. Важно нам быть бесклассными, Господь. Важно нам быть обрезниками, Господь. Важно нам не только жить в вере, но и умереть в вере. Дойти до конца. Аллилуйя, нам важно, как мы закончим. Господь, нам важно, как мы совершим наш жизненный путь. Помилуй Бог и сохрани, Господь, от всякой закваски Твой народ. Спасибо Тебе, мой Бог, за каждого, кто сегодня принимает это слово. Принимает благословение, исцеление, обеспечение, сверхъестественную своевременную помощь от Господа во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя за отвеченные молитвы. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Аллилуйя. Он есть наша Пасха каждый день. Аминь, аминь. Поэтому мы бесквасны. По этой причине мы новое тесто. Поэтому мы новое творение. Потому что Христос есть Пасха наша каждый день. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу обратиться к тем, кто еще не новое тесто. Вы еще не новое творение. Может быть, вы в церковь ходите, Библию знаете. И вы как бы набожны. Вы верите, что есть Бог. Но вы не покаялись. Очень важно совершить эту молитву. Покаяние, исповедание. Не стесняйся тех людей, которые есть в твоем доме. Не стесняйся и не думай о мнении людей. Важно, что думает Бог. И Он слышит твою молитву. И сегодня, если ты помолишься этой молитвой искренне о своего сердце, Он даст тебе новую жизнь. Он запишет твое имя в книге жизни. Он обещал. У Него есть хороший план. Замечательный план на твою жизнь. Здесь прекрасная судьба. Ты не случайно живешь. Причина, почему ты родился, это не ошибка папы и мамы. Это Божья воля для тебя. Ты не случайно на этой земле. Бог хочет просто прийти в твою жизнь и благословить тебя. Сегодня, там, где ты есть, открой свое сердце для Него. Алло, или Он даст тебе это благословение, ты получишь прощение грехов. Ты и так драгоценен в глазах Божьих. Бог что-то придумал о тебе. Алло, или Он знает, что будет в твоей жизни. Алло, или, алло, или. Помолись этой молитвой. Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Я нуждаюсь в тебе, потому что я грешник. Прости меня, все мои грехи, все мои беззакония. Отчисти меня от моего греха. Прямо сейчас, Господь Иисус, войди в мое сердце и живи в Нем. С сегодняшнего дня, Бог, Отец, я хочу, чтобы ты был моим отцом, чтобы я был твое дитя. Благослови меня, Господь, и сохрани меня на моем пути. Я обещаю, что буду брать свой крест, буду отвергать себя, буду следовать за тобой, буду служить тебе, буду поклоняться лишь тебе одному во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Другой друг, если ты помолился этой молитвой сегодня, верь, что Бог услышал тебя. Если ты помолился первый раз этой молитвой, пожалуйста, дай нам знать, позвони к нам на горячую линию. Неважно, в каком городе ты живешь или в какой стране, мы хотим позаботиться о тебе, мы хотим помочь тебе быть частью Церкви Божьей. Церковь Божья есть везде. Мы хотим, чтобы ты имел общение с верующими людьми. Пожалуйста, дай нам знать, позвони нам, мы послужим тебе и поможем тебе. Слава Господу, дорогие друзья. Спасибо каждому из вас, кто был с нами. Еще оставайтесь с нами, потому что у нас будут объявления. Пусть Бог благословит каждого из вас. Аминь. Спасибо, пастор Сергей. Я еще раз хочу сказать, если вы тот человек, который сегодня примирился с Богом, то, пожалуйста, позвоните нам на номер телефона горячей линии или напишите смс, сообщение в вайбере, ватсап. И мы хотим помочь вам возрастать в Господе и найти церковь, иметь Слово Божье. Также, если вам нужна какая-то помощь, у вас есть вопросы, у вас есть нужды, вы также можете звонить и писать на этот номер горячей линии. Тема месяца августа, вера, и сегодня 18 часов вечера у нас будет на канале Live NTC молодежное служение. Приглашаем всех присоединиться. Я так понимаю, что они начнут и будут говорить о вере. Пожалуйста, присоединяйтесь. Также во всех социальных сетях вы сможете найти план чтения Библии на август. Все соцсети, где мы представлены. Хочу напомнить, что сегодня в 21.45 каждый день и сегодня в том числе мы собираемся вместе с семьей, вместе с церковью, вместе с друзьями для того, чтобы молиться Богу, слышать свидетельство Божьей славы, быть наставляемым Словом Божьим. Не пропустите, не пропускайте это время, присоединяйтесь к нам. Еще раз и еще раз хочу поблагодарить тех людей, которые служат своими десятинами, пожертвованиями, добровольными даяниями, доброохотно дающего, любит Бог. И пусть Бог сделает ваши руки способными приобретать богатство и служить этим. Напомню, что вы можете это сделать, зайти на наш сайт новыйзавет.ру. Там вы сможете найти полную информацию, как это можно сделать электронным способом, через карту, платежные терминалы, через систему PayPal. Также вы можете приехать самостоятельно в здание церкви. В акте у нас установлен напечатанный ящик для сбора пожертвований. Вы можете самолично опустить туда. Либо через одного из наших служителей, позвонив опять же по телефону горячей линии. Вы можете пригласить служителя, чтобы он приехал и взял у вас этот дар любви. У нас есть особенная просьба помолиться за отпускников. Многие братья и сестры, мы знаем, уже находятся в отпуске, кто-то собирается. Роспотребнадзор, как раньше говорили, Минздрав предупреждает, так вот, Роспотребнадзор дал добро на то, чтобы россияне могли ездить и даже открыл пару зарубежных маршрутов. Но в основном, конечно, братья и сестры, все россияне путешествуют по России. Кто-то в Крыму, кто-то в Краснодарском крае, во многих других местах. Давайте мы совершим молитву за наших друзей, братьев, сестер, чтобы Бог их хранил. Несмотря на эти разрешения, позволения, нам все равно нужно продолжать сохранять все необходимые средства безопасности, маски, перчатки, антисептики, социальные дистанции. Все то, что мы делаем здесь, дома, в городе, в церкви, на работе, то же самое давайте делать там, и пусть Бог будет хранить, а мы помолимся. Господь, благодарим Тебя за наших братьев, сестер, за наших друзей, за всех, кто сегодня или на отдыхе, или собираются, Господь. Храни в пути, храни в дороге, храни, Господь, от этих вирусов, инфекций, мы просим, Господь, пусть Твоя сверхъестественная охрана, защита будет с ними, Господь, с Твоим народом, Господь, с Твоей церковью, с Твоими детьми, сыновьями, дочерьми, Господь, мы благодарим Тебя за это благословение, отдохнуть, набраться сил, здоровья, витаминов, солнца, моря, всего полезного, Боже, просим Тебя, храни и помоги при въезде и при выезде, при отправлении и при возвращении, да будет Твоя рука со всеми нами. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, даже на отдыхе, со всеми Вами. Аминь. С миром Божьим, Церковь Божия.